Вкусные булочки с маком из слоеного теста станут отличным дополнением любого чаепития. Если под рукой есть готовое слоеное тесто, то времени на их приготовление понадобится меньше часа. Если хотите побаловать себя вкусной выпечкой, а особенно если вы любите мак, булочки с маком из слоеного теста станут идеальным дополнением к чаю. Форму булочек выбирайте по вашему желанию, если у вас есть готовое слоеное тесто. лучше брать слоеное дрожжевое, то вы всего за полчаса сможете приготовить потрясающую вкусную домашнюю выпечку. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Один, самое главное в этих булочках, это начинка. Мак нужно предварительно подготовить, для этого его нужно веоложить в ситечко, залить кипятком и настоять на водяной бане около 10 минут, после этого ситечко переложите в отдельную глубокую емкость, чтобы стекла лишняя жидкость. Два, затем добавьте сахар и сливочное масло, тщательно размешайте, масло и сахар должны растаять, поэтому смешивать эти компоненты лучше, когда мак еще горячий. Три, при помощи подручных средств, в данном случае, это пестик, разотрите зерна мака до максимального размягчения. Четыре, раскатываем пласт теста, толщина примерно 3-5 миллиметра, и сверху выкладываем нашу маковую начинку. Вкусняшки, подписавшимся. Пять, скручиваем тесто с начинкой в рулет, после чего разрезаем его на равные порции, шириной 3-4 сантиметра, и выкладываем на противень, смазанный маслом, расстояние между улитками должно быть не менее 3 сантиметра, выпекаем в хорошо разогретой духовке 10 минут. Шесть, разведите сахар с водой, доведите сироп до кипения, полученным сиропом смазывайте поверхность наших свежеиспеченных булочек, вот такие красивые они получаются в готовом виде. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Слоеное тесто, 500 грамм, лучше взять слоеное дрожжевое, мак, 1 стаканов, сливочное масло, 2-3 столовые ложки, сахар, песок, половина стакана, количество порций, 5-8. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Всем Марии удачи, и дачи у Марии, увидимся.